здравствуйте дорогие друзья короткое видео для участников школы и для новичков все-таки кто не верит что у него получится программирование ребят путь получится получается у всех я просто сейчас приведу примеры и вот посмотрите действительно как надо делать правильно в принципе мне очень понравилось как делает участники школы михаил беляковский и я вижу что так начал делать денис латыпов очень хорошо так делает сергей осачий я не зря называю конкретно конкретные фамилии сейчас перейдем коду да я просто хочу чтобы вот кто новички смотрит то есть есть школа до в школе обучения по видео урокам но уже суток 17 наверное есть я в принципе не считаю сразу приведу интересные слова все эти статьи они будут да вот написал допустим интересную историю вы прочитаете ссылка в описании видео будет михаил беляковский летом 2017 я записался и пошел учиться в одну из 100 из топовых обучающих контор минска по программированию сейчас для тех кто говорит про деньги за три месяца обучение в эквиваленте я дал 500 долларов ну понятно дальше он расписывает что в школе 30 долларов пожизненный доступ но я не об этом сейчас после того как я в школе валерия валерия понимаю что я вообще не вынес для себя из курсов но может это моя ошибка моё тогдашное отношение к курсам я в любом случае не буду сейчас там грубо говоря наговаривать на на курсы я скажу свое мнение да абсолютно любые курсы они сделаны для того чтобы просто тупо зарабатывать деньги грубо говоря бавсановский то есть я заинтересован в том чтобы поднять человека на ноги и это не первый человек уже многие люди сменили работу почему да простая мате простая вещь ребят ну человек отучился там походил два раза неделю на курсы ему выдали некий материал скорее всего он ничего не поймет и он выходит с курсов с кашей в голове почему чем отличается школа всех всего этого до человека надо направлять грубо говоря есть два вида обучения да вот как я это лучший вариант есть видео уроки на видео уроки сами по себе это удобная вещь почему можно посмотреть в любое удобное время учиться в своем темпе и пока грубо говоря делать до тех пор пока не поймешь когда вы прочитаете еще одну статью как стать программистом подробная инструкция с примерами здесь приводится уже другой пример да дениса латыпова но совершенно тоже реальный человек года полтора назад пришел вот он написал тут коротко свою историю в принципе выполнил рекомендации прошел курсы подумал что ничего не отложилось об этом тоже поговорим все откладывается и забросил пошел потом там по языкам через полтора года вернулся в школу это не единственный человек очень многие возвращаются со временем и уже начал бомбить код сейчас посмотрим то есть я говорю правильно тот же миша бебеляковский который я говорил он через 90 дней начал писать сложный код на джанго что же произошло да направлять людей надо ребят я стараюсь всегда направить данном случае я все-таки подсказал был денису вот мы рассматривали сельс неважно что вы сейчас не понимаете если вы новичок все есть в уроках подробно я написал напишите все-таки что что еще сельф имеет и вижу уже увидел я ответы да то есть немаловажный момент ссылка да но это я для участников школы ребят всегда помните про это сейчас я отвлекусь и просто покажу один фрагмент вот возьмем код дениса латыпова вот он сбросил да потому что когда я ему дал рекомендации о п начните с понимания трех простых китов даже картинку то сбросил правильно консуляция наследование полиморфизом его код работает но просто я хочу обратить внимание сейчас потому что мы просто до работает все что произошло с человеком через полтора года ребят ну почитайте историю в принципе сами задумаетесь да но я увидел он начал делать то что что начал делать то есть действительно писать код писать свой код чего я и добиваюсь от людей и делать это осознанно очень классно это делал делает великолепный пример показал миша беляковский сейчас покажу код я сейчас ты его тоже скопирую да это код с джанга но просто я хочу показать что это человек пишет через 90 дней до так я просто некий файл создам назовем его джанга код я хочу заострить внимание на самом стиле джанга здесь не будет работать потому что здесь фреймворка не установлена здесь все до кучи да я собрал просто код но опять же на этом заострю внимание вот смотрите вот смотрите я себе сюда помечу определенным образом заметьте мы отвечаем на вопрос что писать может действительно каждый итак смотрите как михаил комментирует смотрите вот он верба вербоза name да по сути дела грубо говоря как будет называться имя да так будет называться это оббелиться в админке единственное число то есть он четко себе прописывает и если промотать вот этот код то есть он себе описывает то что он еще не запомнил модель шарфил малое текстовое поле со следующими характеристиками макс лекк обязательный параметр да со временем это все считывается и дальше если мы мотаем кода там уникую означает что данное поле уникальное help тебе показывает пользу и так бла 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 дальше 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 на сам вопрос что если мы мотаем раз что-то не знает да он обязательно комментирует и получается что вот этот вот принцип что ребята как я говорю не оставляйте недопонимания никогда не оставлять недопонимания теперь теперь я перейду коду дениса латыпова человек который полтора года назад бросил потом пришел начал писать принципе когда я посмотрел у нас такой принцип сейчас давайте я вот сейчас соображаю как лучше дать материал чтобы вы поняли давайте все-таки отсюда вот это у нас видео уроки да видео уроки я с разных сторон объясняю чтобы все таки люди поняли второе вторая однозначная вещь это самостоятельная работа самостоятельная работа но сама вот здесь сейчас вот я это статья тоже будет да вот это где 308 вот здесь я написал подробную инструкцию в принципе много советов как стать программистом да и и много ссылок которые вас должны убрать весь туман то есть у вас должен быть четкий план здесь я пытался описать что заниматься программированию надо определенным образом то есть есть люди которые там пытаются как-то заниматься вот смотрите денис латыпа полтора года назад нечто прошел потом забросил поэтому на сегодняшний день я очень много внимания отдаю тому чтобы рассказать как заниматься и здесь вы прочитаете советы я написал как работа со статьей и все так далее так далее прочитаете но самостоятельная работа зачем вот в школе собрано кроме видео уроков смотрите вот заходит человек кабинет есть раздел да практика поэтому п здесь не только у п здесь собраны те вещи которые в принципе нужны в python однозначно именно их я и собирал там допустим ссылка на раздел в группе да там и пошли делать кроме урока надо заниматься самостоятельно и я наверное здесь аж 9 страниц и так далее и так далее вы просто старайтесь делать сами потому что здесь работа с функциями общем грубо говоря вывести язык на то чтобы вы им теми же функциями да и типами объекта владели уже на хорошем уровне это я всегда добиваюсь так вот при самостоятельной работе конечно же когда человек выполняет задание я всегда где вижу проехи я стараюсь направить но вот эти два столпа они дают многое потому что если допустим заниматься только по видео урокам то человек остается на том уровне вот понимаю пока смотрю закрываю видео сам написать не могу это нормально почему потому что в принципе сюда добавляется обязательно две вещи домашние задания и самостоятельная работа при этом самостоятельная работа она ведется в группе грубо говоря допустим я увидел денис я придумал там программу про зоопарк и начал писать эту программу то есть эта программа пошла у него изнутри он начал ее разрабатывать а это уже значит что он сам понял что начал заниматься разработкой и тут совершенно не важен уровень пусть она сегодня попроще это сам принцип вложен то есть он попал в струю как я говорю то есть понял как разрабатывать а усложняться оно будет уже само ребят вы даже не успеете оглянуться как через год посмотрите на свой код и скажете боже мой неужели это я писал так будет всегда так будет всегда ваш код будет постоянно расти но тем не менее давайте сейчас опять я вернусь потом к этой картинке сейчас я вернусь опять вот опять начал делать правильно то есть смотрите человек выполнял домашнее задание потом написал отчет я его почитал ну то есть написал да там кто-то меня колбасит это будет статья вконтакте она есть вконтакте я тоже дам ссылочку главное не позабывать да то что кажется программирование трудным и страшным и запутанным там и лежит ответ как выйти на профессиональный уровень программиста не забывайте что сейчас я рассказываю видео именно о людях которые ну где-то вот сомневаются ребят это нормально я в 2009 году полтора года не мог войти вообще в язык я хватался за одно за второе на самом деле входит в язык все и все могут программировать было бы желание возьмем код опять я вижу что наконец-то начал осознанно то есть прописывать и комментировать то что видно что он понимает то есть допустим создал класс создаем класс для хранения воды еды простой склад зоопарки это все вижу и нет метод с конструктором и нет для новичков сейчас будет непонятно но именно этот вопрос когда денис отвечал я добавил еще две вещи должны я вижу что отвечал ссылка сельс присваиваем параметр по умолчанию 150 а теперь для для ребят школы это очень важно понимать что сельс делает ссылки почему потому что по сути дела мы можем забить абсолютно любой параметр да например в били сельс там ну грубо говоря сельс гол ноны да в били параметр сейчас поймете о чем я говорю и все здесь здесь сделали метод сделали метод но грубо говоря в методе поставили пас за там метод дэв там некая вещь и грубо говоря поставили по за грубо говоря ничего пока не делать так вот и по сути дела вот это очень важный момент почему я всегда забиваешь то ребят надо очень четко понимать что сельс не просто там передает атрибуты а он выделяет место и создает ссылку это как как между сайтами ссылки считайте в голове что положить как ссылка сайта на сайт и то же самое поэтому происходит но вот это вот отложено и когда надо о чем-то подумать и далее по сути дела этот метод можем использовать потом неизвестно когда да уже его просто переопределить вот этот важный момент надо здесь понимать ну ладно не буду это для ребят школы немножко немножко сказал связи сельс да я вижу что дальше пошло описание опять создаем метод вводит формат совместимость склада содержимое вводит текст ссылкой на параметр то есть все четко вижу о чем пишет то о чем понимает дальше когда надо добавляться то есть вижу использовал конструктору if else да и уже если там меньше столько то воды то добавляем самое главное что человек это же его личный пример что человек начал писать личные примеры поэтому возвращаемся посмотрели видео урок очень важно начать самостоятельно работать самостоятельно работать не просто от балды я сказал и вот тут статье да на 308 прочитайте ее работать определенным образом из чего это из опыта возьмем пример вот эти все уроки поначалу проделал сергей асачи считайте что да вроде в школе нету индивидуального обучения потому что она не предусмотрено но те кто выполняет домашние задания работают группе есть я всегда подсказываю да и стараюсь конечно же направить и в связи с этим получается группа практически для тех кто хочет она может быть как бы и индивидуальной работой потому что я слежу за учениками и стараюсь помочь вижу вижу где-то что-то страдает было бы желание да но тем не менее я никогда никого не дергаю вижу что человек нравится занимается подправляю а так это ваше дело то есть занимаетесь в удобное время просто говорю когда вы начинаете заниматься еще самостоятельно у вас добавляется две классных вещи то есть что у новичка страдает осознание то есть я рекомендую хотя здесь уже есть море ответов да в группе но старайтесь выполнять задания сами то есть есть вопрос найдите его именно в интернет потому что когда пришел сергей асачи мы видим что очень его много да человек через полгода начал писать на двух язык на языках пайтон котлен смотрю уже начал писать на жанге и смотрю сейчас бомбит киеве почему а потому что человек делает правильно определенным образом то есть во первых он выполняет все домашние задания во вторых делает именно по той технологии а здесь описано именно техна логия да то есть как учиться определенным образом что есть результат тогда и сроки то быстрые 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 когда мы добавляем самостоятельную работу и как статье я рассказывал делаем определенным образом в группе забито то что нужно да ну например грубо говоря чтобы вам было понятно в первую очередь я вбивал допустим что такое функции как с ними работать как функции использовать функции и так далее то есть то что используется в коде реально про домашние задания сказал одним словом кто-то выполнит домашнее задание следующим образом он просто тупо взял и написал то что в уроке это будет не совсем верно ведь всегда надо чтобы подключался ваш опыт ваш опыт и когда вы выполняете домашнее задание вот принципе вот так как здесь выполнено и так как у михаила беляковского да то есть здесь он тренировал в принципе когда я посмотрел сейчас я я вижу он ага он работал именно с форинкей до форинкей money to money здесь разбирался да по сути дела я увидел что с этого момента он разобрался со всеми полями джанга разобрался как работает money to money очень хорошо описал многие к одному и money to money многие ко многим совершенно неважно если новички вы сейчас не понимаете просто я говорю что уловите стиль стиль заключается здесь следующим что ничего не оставляем что было бы непонятно потому что я всегда приводил пример и сейчас в этом видео его все-таки приведу потому что когда самая большая ошибка новичка который хочет стать программистом это откладывание и в принципе вот я увидел по этим ребятам отвечаю на вопрос почему у ребят начинает действительно программирование двигается потому что они работают в постоянном режиме что делать неправильно если взять вот эту вот черту как время за год один год да и как только как только вы выбираете темп ну проделал урок побежал дальше проделал урок побежал дальше вы всегда будете на этом уровне и приходите приходите к концу года вот такой кучей мусора и оказываетесь ниже уровня начала почему потому что когда вы начинали по крайней мере вы начинали что-то понимать вам что-то хотелось написать когда вы начинаете все пропускать то есть не делать домашние задания не делать определенным образом где четко написал статье как это делается да то есть вот это разбирательство комментирование всего что вы для себя написали что вы это понимаете на данный момент то по сути дела у вас набирается большое количество дырок и в конце концов у вас кроме путаницы в голове и ощущение что я ничего не могу писать что я ничего не могу писать оно это вы не осознавали а я как веду школу уже не один год и вырастил не одного программиста четко понимаю что в принципе это результат неправильного отношения к обучению то есть поэтому я сказал прочтитесь статью что заниматься надо определенным образом а если вы начинаете заниматься определенным образом то есть как я указал в статье как вот я сейчас еще расскажу то есть что такое определенным образом это только фрагмент да начинаете проделывать уроки делать домашние задания то есть пункт 2 при этом комментировать при этом и видео уроки используйте и работа в группе где вы сами ищите информацию у вас наконец таки ребята это важно начинает формироваться понимание потому что когда вы ищете вы ищете при помощи у вас же в голове есть мысль смотрите вот вы осуществляете поиск чего-либо по вопросу да хотя там есть ответы но тем не менее вы себе заложили мысль начинаете в интернете ее искать да вроде отвечая но при этом сейчас задействован ваш личный опыт и у вас начинает происходить осознание то есть если вы работали с функциями и вы например ищете как функции там домашнее задание было как функции используют функции то у вас вот эти уроки которые вы раньше смотрели накладываются на личный опыт и потом вы прописываете прописываете но проописываете комментируя не оставляя ничего непонятного то в принципе этот личный опыт превращается в довольно хорошее понимание и смотрите и когда вы начинаете именно таким образом заниматься то через тот же год вы находитесь вот на этом уровне объяснить это просто почему вроде бы вам кажется что вот я сейчас буду выполнять домашнее задание это может занять полдня а потом я пойду там искать что такое функции это может занимать там еще полдня на самом деле ребята все намного проще все программирование крутится вокруг определенных вещей вокруг определенных вещей ну например само по себе вот возьмем объектно ориентированное программирование оно действительно держится на трех толпах да в принципе когда мы это начинаем понимать и разбирать что это инкапсуляция наследование полиморфизм то есть вы начинаете это понимать разбирать и потом это превращается у вас в код далее вы разбираете то что это дело все обслуживает например методы такие как ини да далее сельф то есть то что является рабочей вещью считайте создание ссылок выделение места и так далее но все это начинается до кучи на самом деле все всегда в программировании крутится примерно вокруг одних и тех же вещей если сегодня вы сделали сделали ребята это задание с функциями да и пусть затратили полдня то потом когда вы откроете джанга и будете выводить там работа джанга с теми же функциями да то это уже идет будет из вашего опыта вы будете понимать что вы делаете поэтому когда вы проходите грубо говоря полным циклом то есть и видео уроки и самостоятельная работа и домашние задания плюс я где-то направляю то ваш опыт накапливается постоянно вы не теряете нить и вы растете действительно растете к концу года вы приходите с большими знаниями почему потому что вы начинаете если вы выполняете домашние задания то значит вы будете делать то что делаю сейчас допустим те же другие ребята как Сергей Асачий Михаил Беляковский который вот в Минске был на курсах да там три месяца ничего не понял а тут пришел вот начал писать вот такой вот код это круто через 90 дней на джанга такой код ребят я скажу что я лично таким умным не был здесь дело когда я начинал я такой код тогда никогда не написал но тем не менее Миша начал писать да почему потому что ну конечно уже есть уроки да но обратите внимание вот я увидел что почему важно что Михаила Беляковский в своей статье определил да все таки увидел если вы будете читать вот он начинает вот пришел мой черед то здесь вы увидите важный фрагмент да насчет доков потому что большинство говорят ой там вода а Михаил услышал почему потому что есть два способа идти к документации если мы наберем допустим джанга вся документация запомните она устроена по одинаковому только допустим для новичка когда он зайдет в документацию да и будет нечто пытаться смотреть то в принципе он будет видеть обычную фигу почему потому что документация пишется в принципе для человека который соображает джанга чтобы что-то напомнить но не для обучения и вот Михаил надо отдать должное почитайте его историю он когда смотрел уроки а я постоянно там говорю да ребят работайте с доками почему потому что есть два типа работа с доками вот я говорю как опытный человек если взять это вы а вот это вот документация то грубо говоря если идти от документации к себе то есть вот таким образом да взять сайт и понять да здесь может разобраться если человек уже программист да и уже соображает джанг джанга но если человек новичок и он еще никогда не работал с документацией то в принципе все что здесь написано для него это пустой звук но тем не менее освоить это довольно просто я в уроках рассказывал вот есть видео урок вы смотрите я постоянно говорю ребят а вот сейчас пойдите и найдите это в доках и вот когда вы идете от урока в уроке ведь все осмысленно и к докам вот тут начинает документация для вас действительно оживать и если в принципе не лениться а так делать месяц два три то оказывается документация становится понятной потому что вы действительно если что-то подзабыли раз надо мета опции вы сразу уже понимаете куда идти в джанга да это раз и напомнили и начали писать а второй момент вы начинаете понимать но на самом деле вся документация она устроена по-одинаковому именно потом приходит момент когда вы действительно можете открыть любую справку и сразу писать но ведь эти вещи надо рассказывать эти вещи на тренировать И вот именно поэтому, в принципе, и происходят чудеса. Смотрите, сколько мелочей. Это невозможно все дать на курсах. На курсах нельзя сопровождать человека. На курсах, которые длятся там 90 дней, ну никак не получится, не заложено это, что дать на что обратить внимание и где-то посоветоваться. На курсах они идут, допустим, там два раза в неделю, там понедельник, четверг. Ну а надо там, ну, с ребенком куда-то пойти, ну надо мероприятие там, допустим, в школе, в детском саду. Вы пропускаете курсы. Я это четко осознавал и понимал. Я понимал, что человека надо вырастить. Было бы желание, на самом деле, совершенно любого человека, у которого в душе есть такая вещь, как хочу программировать, да, вот хочу и все. То его можно, единственное, что я сделал, я стараюсь создать вот эту вот атмосферу, да, то есть, где человек может в свободном режиме, сам себе тихонечко занимается. Надо на каким-то моментом посидеть день или неделю, это не важно. Важно, как я говорил, двигаться без того, чтобы не терять нить понимания. Поэтому вы прочитаете, все поймете. Я не зря сказал, что прочитать эти статьи, потому что, допустим, вот в этой статье 308, да, где я рассказал, в принципе, вот этот вот, что я сейчас пытаюсь для вас выразить, что делать определенным образом. Тут, кстати, есть и вообще я показал, как писать на абсолютно любых языках. Я сейчас не буду углубляться, просто коротко расскажу. На самом деле, пока вы изучаете один язык программирования, у вас нет сравнения. И это путь неверный. Но, тем не менее, как думает новичок. Давайте приведем пример. Ребят, ну я так 9 лет, 2018, 2009 я думал. Просто я тогда прочитал статью, где один опытный программист Google писал, ну, станьте профессиональным программистом, за 10 лет изучите там 10-15 языков, а я себе сижу и думаю, что он говорит? Ну как тут один бы выучить язык? Ребят, вот это было ошибкой. Поэтому сегодня я говорю ребятам, вот начали изучать язык, сразу подключайте второй. В школе я рекомендую Kotlin. Почему? Потому что пока вы, допустим, занимаетесь в пределах одного языка, например, мы берем Python, да, у вас не работает сравнение. То есть, по сути дела, вы не можете сравнить довольно простые вещи, хотя я увидел, я не просил, но, допустим, Денис привел правильную вещь. Сейчас я покажу. В конце, допустим, как это происходит в Java, да, но лучше, конечно, в Kotlin, потому что Kotlin это следующий шаг. То есть, он начинает, когда вы начинаете сравнивать, допустим, вот эти три кита объектно-ориентированного программирования в Python и в Java, для вас открывается действительно такая вещь, как осведомленность в языке. Вы начинаете, наконец-то, соображать, что все языки, в принципе, похожи. Если есть ООП, значит, должно быть полиморфизм, наследование, просто по-разному записывается. И на самом деле, вот это и есть базовая подготовка. И потом вы, если будете делать, как я сказал, вот именно в этой статье, то вы будете писать абсолютно на разных языках. Прочитайте. Я уже не буду на это время сейчас тратить. Потому что в школе я рекомендую изучать именно Kotlin. Мне задают ребята часто вопрос, а почему Kotlin? Ребят, сейчас поясню. Это моя точка зрения, я вам ее не навязываю. Но смотрите еще, от чего зачастую исходят новички. Как правило, новичок вообще, когда приходит к программированию, он что задает вопрос? А какой язык учить? Правильно. Потому что у новичка, у новичка на самом деле, на первом этапе, есть только одно преимущество. Это энтузиазм. Вот это вот желание выучить. Оно и надо в школе. Я говорю, что писать может каждый, если у него есть вот эта вот звездочка внутри. Да, в голове сидит, вот сейчас, ребята, сейчас, извините, что я тут кое-что делаю. Но если есть звездочка внутри, да, вот в голове сидит, вот это желание, оно как бы явное, неявное, но хочется программировать. Ребят, вы будете программировать на 100%. Могу смело заявить, приходите в школу, будете программировать. Просто, как новичок ведет себя. И я так себя вел когда-то. Какой язык изучать? А что на нем надо написать? А ведь мысли-то роятся совершенно не те, которые, допустим, у опытного программиста. Сейчас, понимаете, у новичка пока, в принципе, я, наверное, напишу там сайт, программу. У него вот этих мыслей очень много варится. И он начинает отходить. То есть, потом вот я посмотрел Дениса Латыпов, да, вот у него есть определение, да. Я просто покажу вот его ошибки, но, возможно, ну пусть идет своим путем. Ага, вот это я написал. Ну, то есть, он описывал свои ощущения, где его колбасит. И вот он пишет ту ошибку, которая, в принципе, опять является ключевой. То есть, грубо говоря, он пишет то, что я и думал 10 лет назад. Он в одном месте пишет, какой там Котлинка, да, я еще Пайтон не изучил. Это большая ошибка, ребят. То есть, грубо говоря, он ставит сам себе ограничения. Почему? Потому что на данный момент он, вот, возможно, после моего письма, он уже начал писать код. Он вообще большой молодец. Но, все равно, пока я вижу, что он исходит по изучению языков от своего опыта. Опыт, да. Опыт. Это ошибка. Ребят, к выбору языков опыт не имеет никакого отношения. Просто я сейчас поясню. Задайте себе вопрос, совершенно простой. Вы хотите, зачем изучать язык? Если вы, первый вопрос, вы изучаете язык, просто вам интересно, и без разницы, будете вы его использовать или нет. Если так, то, в принципе, какая разница, какой изучать язык? Берите любой. Все равно там поигрались и выбросили. Если же вы ставите себе вопрос, я хочу изучать язык, чтобы потом писать приложение и нести деньги в семью. Да? То есть, здесь опыт меняется на рынок. Ребят, есть время, есть тренд. Вот почему я выбрал Python и Kotlin. Теперь объяснить это просто. Потому что Python, это у нас любая серверная часть. Сейчас поймете мое. Ребят, каждый из вас, наверное, зарегистрирован в Инстаграме. Да, наверное. На Инстаграме весь мир. Знаете это, да? Так вот, в Инстаграме серверная часть написана на Django. Это Python. То есть, мощно, да? Я Python, вот если брать вот эту серверную часть, то на самом деле на Python можно написать все, что угодно. Мобильные приложения, игры, оконные программы. Допустим, на КТ. Вот, я с удовольствием пользуюсь. Для Linux отличнейшая программа для сохранения записи. Да, но она на C плюс написана немножко. Но при этом на C плюс написано, но использован фреймворк КТ, да? Так вот, а есть библиотека по ИКТ. По сути дела, в данном случае мы получаем скорость КТ, но пишем на Python. Вот, пожалуйста, вам и использование Python. Но я ставлю в первую очередь серверную часть. Почему? Потому что в современном мире рынок, любые приложения, они требуют обмена информацией. То есть, надо сервер. Вторая часть. Мобильный рынок. Да, на Python можно написать. Есть библиотека Киева, я давал уроки по ней. Но все-таки, ребята, давайте отдадим должное, что мобильные приложения должны быть очень быстрыми. И вот есть язык программирования Kotlin. Что это такое? Kotlin – это следующий шаг в развитии Java. И когда мы изучаем, начинаем изучать два языка, то есть Python – язык с динамической типизацией, Kotlin – язык с статической типизацией, то мы полностью обслуживаем рынок. Почему? Смотрите. Все, что не происходит, рано или поздно превращается в мобильное приложение. Правильно? Правильно. И получается, когда мы изучаем Kotlin, то рано или поздно все равно мы придем и к Java. А Java все-таки всегда, пока занимает рынок, первые места. И в любом случае мы выходим на тройку языков. Python, Kotlin, через Kotlin, Java довольно просто. Java, ну и GC добавим. GC, он нужен везде. Но когда вы начинаете изучать два языка, один динамический, второй со статический, то в принципе вы начинаете понимать, любые языки. И GC вы уже изучаете довольно просто. Поэтому я говорю, что школа является многопрофильной. Это очень важно. Поэтому, ребят, для выбора языков всегда ставьте рынок. То есть задайте себе вопрос. Я хочу писать какие приложения? Мобильные? Я хочу писать веб. При этом к серверной части я, допустим, сейчас начал школу блокчейн. Но ведь блокчейн можно встроить и сюда, и в веб, и в мобильные приложения. То есть по сути дела это просто технология. Там подходит и Python, и Kotlin, и все что угодно. То есть по сути дела важно понять. Задавайте себе вопросы и выбирайте язык, исходя от рынка. Понимаете? Это важно. Если вы с этим будете спорить, это бесполезно. Поищите статьи, сколько программистов 80-90 годов остались за бортом. Почему? Потому что эти языки или эти технологии уже давно прошли. Они не нужны. Поэтому в школе я говорю, ребят, надо изучать сегодня, что сегодня, вот Python вообще сегодня, но Kotlin, он просто очень сильно набирает обороты. И, допустим, блокчейн изучайте сегодня, чтобы завтра использовать этот тренд на полную силу. Думайте наперед, ребят. В принципе, моя цель в начале видео я произнес, я уже завершаю. Я говорил о разных сторонах. Но цель была одна, что, ребят, запомните, что каждый может писать. Вот я вам вкратце рассказал, как вот это у вас может состояться, да? То есть как работать. Кроме этого, когда вы почитаете вот эти статьи, то там есть очень много ссылок. По сути дела, что я от вас прошу, да, что я вам рекомендую, что прочитав вот эти статьи, у вас в голове должны быть четкие планы понимания, а как лично вы будете изучать язык. Поэтому я дал рекомендации в начале, допустим, статьи, а как правильно с ней работать. Что я еще хотел сказать? Наверное, я уже все сказал. Грубо говоря, кто начал только с этого видео, ссылки на статьи в описании видео. Это видео я просто хотелось не полностью объяснить, потому что полностью объяснить, это идет процесс обучения. Но вы должны себе внутри понять, что для изучения языка, допустим, сходил на курсы и пришел с них, да, там, то программистом вы не станете. Я просто сказал, что надо немножко больше. При этом это будет интересно, вы будете заниматься в своем ритме, но при этом надо четко понимать, что обучение программированию, вот эта мысль. Потому что я начинал, вот, именно писал, что люди могут сомневаться, а вдруг у меня не получится выучить язык, получится у того, кто будет заниматься определенным образом. Все эти люди, о которых я говорил, допустим, там, Сергей Асач, который пишет на двух языках, уже смотрю, я говорю, повторяю, и Джанго, и Киви. В общем, бомбит, да, то есть вопрос дальше роста. Михаил Беляковский, который начал писать сложный код на Джанго, Денис Латыпов, который пришел полтора года назад, потом забросил, вот, прочитайте в статье, что же произошло и почему он начал писать вот этот код правильный. И другие ребята. Просто почитайте, понаблюдайте, как делают они и делайте. Но говорю, в конце концов, прочитав эти статьи, у вас в голове должен сложиться четкий план, и в голове, и на бумаге. Вы должны четко понимать, что я буду делать. А далее спокойно берем и делаем. И никакого чуда здесь нет. Просто занимаясь программированием определенным образом, вы начинаете программировать. Допустим, та же Python Джанго. Очень важный момент, что здесь, вот, допустим, когда находишь, заходишь на сайт, кроме этих статей, здесь есть две ссылки. Как правильно изучать Джанго, почитайте, потому что другие методики действительно не работают. Хотите стать программистом, читайте. Здесь я вообще собрал разные видео и статьи, которые, в принципе, тоже вам помогут. Те статьи, о которых я говорил, они тоже тут есть. Вот. Поэтому, что делать? Получаем пожизненный доступ и начинаем заниматься. Все. Все зависит от вас. Ну, а я постоянно работаю, постоянно стараюсь поддерживать ребят. Очень важный момент. В школе с этим строго, что, ну, я смотрю, ребята это хорошо поддерживают. То есть, у нас можно только помогать. Потому что, вот, Денис Латыпов, да, написал в статье, что в интернете бывает, там спросишь, да, там тебя пошлют. Ребят, школа здесь с этим очень строго. Потому что я очень для себя, когда еще начинал школу, еще в 2013 году, я понял, что вот этого всей грубости, оно всего много. И никому это не поможет. В группе можно у нас только помогать, да. То есть, нету, запомните, глупых вещей. Что непонятно, надо просто спрашивать. И поэтому, насчет, там, унижения, оскорблений, с этим строго, да, сразу. Даже не посмотрю, неважно какой человек, оскорбил другого, свободен, раз навсегда. Здесь все строго. Поэтому здесь, конечно, ребята стараются помогать. Потому что она грубит, там сказать, там, ты болван или дурак. Это может каждый. А вы попробуйте просто помочь человеку, чтобы он понял и сказал, да, у меня получилось. Вот это круто, вот это классно. Поэтому я сегодня смотрю, вот один человек начал писать на двух языках, второй, там, начал Котта Джанга писать. При этом, понимаете, это классно. Это классно. Ты понимаешь, что ты помогаешь людям. И вот это и есть, наверное, то, что должно быть у каждого человека. Я хочу, чтобы вы вышли именно с этим руслом со школы, да. И когда вы будете уже большими программистами писать, помните, вы всегда работаете с людьми. И помните, что несите позитив, грубо говоря. Помните о людях всегда. Спасибо за доверие. Ссылки в описании видео начали вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!